Иногда вот эта сфера, про которую я говорю сейчас, она касается гостеприимства. Связь между вами и человеком, это касается порой гостеприимства, представляете? Человек гостеприимен, и он видит вот такое вот единство, потому что дверь открыта в дом, а мы тоже дом своего рода, мы тоже целое государство. Идем дальше. Если человек не прислушался, сны могут повторяться. Вот об этом мы с вами говорили, тоже себе пометьте. Человек раз не прислушался, два не прислушался, и сон может быть, он может интерпретироваться, но суть сна, если внимательно посмотреть, она сохраняется. И у нас такие примеры были среди вас, вы тоже говорили об этом, что сон повторяется раз за разом, человек не понимает, что Бог ему хочет сказать, вообще игнорирует сон. А сон повторяется, повторяется, и наконец все то, что во сне звучало, как подача что-то сделать, человек это начинает делать, и сон прекращается. Кошмары, да, мы говорили с вами про кошмары, и говорили про естественное, не буду здесь повторяться. Кошмары – это неисцеленное сердце, как правило, это, как правило, душа, это, как правило, эмоции, сломленная воля. Это может быть связано с разумом человека, и много там всего того, и сознание, и подсознание, и из бессознательного состояния выдергиваются кошмары, и это может быть моментом и очищения, когда поднимается со дна, и подсказка заняться своей душой, не пренебрегать. Ею долго очень была теология, что душевное – это все бесовское, далеко нет. Душу загнали в такое состояние, что она стала вопиять. Это та сфера нас, бессмертная, бессмертная сфера нас, когда душа обновляется нашим восстановленным духом, и раны душевные, они зарастают, душа восстанавливается, но она дает о себе знать и через кошмары в том числе. Это, как правило, о нас, про нас, опять субъективные сны, когда подсказка идет заняться душой. Если во сне вы за одну ночь видите несколько снов, редко, но такое тоже бывает. Если внимательно посмотреть на эти сны, несмотря на то, что они разные, как правило, они касаются одного и того же вопроса. Разные подходы к нему, предлагаются разные пути решения, разные дилеммы, но это, как правило, если в один раз, то это об одном и том же. Есть такие сны, но мы их сейчас касаться не будем, это не категория каких-то разовых вещей, есть такие вещи, когда человек, находясь во сне, он понимает, что он во сне, и там во сне он видит сон. Вот эти вот многослойные сны, я надеюсь, что у нас будет возможность об этом поговорить, мы поговорим еще об этом, но не сегодня, но просто вот такая ремарка, что есть еще и такие сны, когда человек находится во сне, он понимает, что он во сне. И там во сне он идет, ложится спать и видит сон. И таких вот шкатулок может быть, ну, как правило, больше трех я не слышала, что он видит сон, и во сне он понимает, что оказывается, вот этот сон он видит во сне, а на самом деле он встает, в общем, вот такие три слоя бывают. Но что нужно здесь запомнить, и что нужно для себя пометить, что когда человек находится во сне, он понимает, что он находится во сне. И ответы вот в таких снах, как правило, лежат в самой последней глубине. В самой последней глубине. Вот когда он видит уже во сне сон, да, вот там обычно сокрыты ответы. Очень большой акцент, мы уже с вами сказали, не будьте экспертами, я рассматриваю чужой сон. Пусть каждый из нас еще и еще раз помнит о том, что мы не знаем. Мы не знаем о сне ничего. Только то, что нам расскажут. И иногда это бывает некая такая недосказанность. Какие-то вещи человек убирает без сна, потому что они показались ему, ну, мало ли, обличающими человеку, понятно, или неприятными. И, в принципе, может быть, человеку уже и понятно, о чем идет речь, но он хочет другую трактовку, как бы спрятаться за этой другой трактовкой. Поэтому особенно рассматривая чужой сон, сам сон сердца человека, мы не знатоки, знаток Бог, поэтому вот здесь вот очень серьезная сцепка и сотрудничество с Духом Святым, чтобы всякий раз, когда мы прикасаемся к основе другого человека, разговаривать. И не всегда есть смысл брать этот сон истолковый, чтобы человек там не говорил, как бы он не просил, не всегда нужно к этому поступать. В общем, здесь уже совет от Духа Святого. Вы знаете, религия пока в таком вот аспекте через развитие разных теологических подходов, через такие возбуждения эмоций, через усилие воли пытается человек достичь Бога, усилия воли, там больше молиться, больше поститься, больше духовных практик, больше читать, больше... И никто не говорит, что это плохо. Какая цель за этим стоит, да? Познание Бога – это одно, но разные цели. Есть такое, знаете, понятие супердуховность, когда человека... Все остальные сферы жизни, как правило, уже не интересуют вообще, и здесь тоже не ставим никакое клеймо, никакую оценку не даем, просто что здесь нам... Нам лично что важно понять, что Бог приходит к человеку напрямую. Во сне, чтобы что-то сказать человеку, Бог приходит напрямую, минуя вот эти все практики, побольше попаститься, побольше помолиться, хотя это важно и это нужно, просто нужно понимать и разделять, что я пощусь и молюсь для того, чтобы лучше слышать Бога. Очень часто такие вещи не работают. Нужно другое состояние сердца, надо... Порой просто покой, просто тишина, а не больше читать, больше слушать, больше поститься. Здесь тоже очень, очень все индивидуально. Мы с вами рассматривали такие моменты, что, допустим, человек, когда хочет слышать от Бога, он погашает всякие мысли в голове и всякие образы, вот такое тоже. А Бог говорит многократно и многообразно. Наоборот, у Господа есть смысл просеять видение, дать образ. Дать образ. И вот это вот состояние тишины и покоя, да, Бог может проговорить громогласно, как шум водопадов, как гром среди ясного неба. Есть такое еще состояние в тихом вене, и это вот такое состояние тайной комнаты. Уходить со своими снами в тайную комнату, это тоже не лишнее. И вот когда мы говорим, что Бог напрямую обращается к сердцу человека, к духу прям, через пророчество, через сон, через видение, через помазание, через ощущение его присутствия, через прямой диалог, иногда через, чаще всего, кстати, не иногда, а чаще всего через мысли, мыслительный процесс. И это тоже зависит от того, как мы прошиты с вами. Есть люди, которым нужна картинка, есть люди, которым надо просто услышать, и эти, как правило, люди, они получают мысли от Бога, услышать, и это аудио, да. Визуализация этим людям нужна, видение, картинка, ощущение, киноэстетики, да, эти люди, им нужны ощущения, прям ощущения, присутствие, прикосновения, и так далее. А дигиталы, это те люди, которым нужна логика, а для чего все это? Потому что такие люди обычно спрашивают, ну, увидел ты, ну, услышал ты, ну, напророчествовали тебе много-много, для чего, зачем, что с этим делать? И Господь учитывает, Он сам так создавал человека. Он сам так создавал человека, чтобы именно его мировосприятие и было тем каналом, через который Господь для человека говорит понятно. И кто-то очень четко понимает, что сны – это та территория, где он лучше всего слышит Бога. Кто-то через пророчество, через то, что он говорит пророческое слово. Кто-то через видение, ему все понятно, потому что видения тоже бывают разные. Мы знаем, что оно может быть статичным, оно может быть панорамным. Мы можем смотреть на это все со стороны, мы можем быть участниками, мы можем режиссировать все то, что там происходит, менять обстоятельства. Большое количество возможностей у Бога сказать человеку. Сказать человеку. И вы знаете, когда мы попадаем в десятку с трансляцией о том, о чем мы говорим, на это всегда приходит атака. Человек начинает засыпать, у человека размывается концентрация, человек начинает отвлекаться, у него начинаются побочные какие-то там желание поесть, попить, намешать там себе что-то там, в тарелку срочно, сходить в туалет, включить телефон. Когда мы с вами попадаем в десятку именно по отношению к вам, сюда вот ждите. Прям чувствуете, что вот прям вас сейчас цепляет. Это про вас? Готовьтесь. Сейчас начнется. Начнется рассеивание внимания. Рассеивание внимания. Вот это вот изобретение. Вот те вещи, которые я тоже говорила, изобретение. Часто во снах, да? Часто во снах, но людей, которые в этой сфере заглублены. Мы с вами этот пример уже брали, просто я повторяюсь. Сейчас уже повторяюсь. Что таблицу Менделеева мне давать бесполезно. Если у меня что-то прозвучит в плане музыки, это мой язык. Я пойму. А в плане таблицы Менделеева бы, конечно, нет. В готовом виде ту таблицу Менделеева, которую мы изучали в школе, я и то ее подзабыла. Сколько там элементов, сколько там электронов, протонов, нейтронов. Это уже подзабыто. А для Менделеева это было понятно. Это его. И для Ньютона это было понятно. И для всех тех, кто получает во снах какие-то творческие или научные, понятные для них откровения, открытия, это тоже язык Бога. Знаете, даже расположение крючка, иглы в швейной машине человек получил через сон. Это пришло через сон. Как крючок зацепить в швейной машине. Вот это открытие пришло тоже через сон. Давайте пойдем дальше. Небольшие предостережения. Небольшие предостережения. В Библии таких предостережений по отношению к нашим снам нет. К нашим снам нет. Единственное предостережение в Библии относится снова, опять же, к чужим снам. Вот к чужим снам здесь есть предостережение. И мы сейчас с вами возьмем несколько мест Писания. Потому что здесь можно попытаться повести вас ложным путем, последовать даже за другими богами. Давайте посмотрим эти вещи. Четырнадцатая глава. Иеремия. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложные именем моим. Я не посылал их и не давал им повеления, и не говорил им, они возвещают вам видения ложные, и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. Это касается снов, это касается видений, это касается пророчеств. По отношению мы говорим к чужим людям. К чужим людям, не по отношению к себе. Давайте еще посмотрим одно место. Двадцать третья глава. Здесь же Иеремия. Так говорит Господь Савауф. Они обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Вот это касается опять чужих снов, опять чужих трактовок. Сейчас еще одно место возьмем. Языки. Тринадцатая глава. Закладка у меня лежит. И седьмой стих. Не пустое ли видение видели вы? И не лживое ли предвещание изрекает? Изрекаете, говоря, Господь сказал, а я не говорил. Это опять о чужих снах. Это опять о прикосновении нас к чужим людям. А я не говорил. Вот здесь вот как бы, когда сны трактуем, опять и опять Господь говорит, чтобы мы были внимательны к чужому человеку и к его судьбе. Давайте еще один стих возьмем. Двадцать четвертый стих, глава чуть ниже. Ибо уже не останется в туи никакое видение пророческое, ни одно предвещание не будет ложным в Доме Израиля. Наступает вот такой момент, когда народ Божий будет натренирован. Не будет. Как бы будет высокая ответственность перед Богом за все то, что мы с вами говорим и особенно за прикосновение к человеку. Давайте посмотрим, сколько у нас времени. Так, нормально. Время ненормально. Давайте вот сюда еще вот те небольшие заметки, они знаете как, они вроде бы как небольшие, вот частности, но если посмотреть на них внимательно, то они очень сильно влияют на то, как быстро мы в эту сферу зайдем. Лучше не переоценить себя как эксперта, лучше все-таки вот этот налет часов у нас у каждого будет большой, когда мы понимаем всякий раз, что Бог лично нам говорит через сны. Мы подходы разные ищем, мы смотрим, как нам грамотнее все-таки истолковывать сны, увидим все те препятствия, которые бывают на пути истолкования и учимся, учимся, учимся на собственных снах. Почему записывать, почему важно записывать. Давайте посмотрим про группы, вот когда мы работаем в группах. Немножко сюда. Когда мы собираемся группой в сессионном зале, вот все то, что мы записывали с вами, дневники, что в самом начале, если мы хотим понимать сны, то надо выработать привычку, когда Господь будет пробуждаться, все-таки пробуждаться, брать дневник, записывать, иначе это все ускользает. И вот когда мы приходим с вами вот на это обучение, сюда надо приходить с дневниками со своими, где мы записывали эти сны. Мы с вами легли спать, положили рядом дневник, попросили Бога дать нам сны, записали, как только проснулись. И вот сны, которые пересказываются в группе, они должны быть свежими. Не вчера, не позавчера, свежими. Чтобы сам человек, который этот сон увидел, он бы четко помнил обстоятельства, свои обстоятельства сна. То есть о чем он думал перед тем, как лег спать. Также учась толковать в группе сны, лучше брать короткие сны. Короткие, они длинные, потому что там очень много образов начинать с коротких, каких-то вот таких эпизодов. Может быть даже и дробить сон на какие-то эпизоды, потому что обычно сны там целый роман. А когда мы учимся, лучше брать какую-то коротенькую часть. И в присутствии группы никогда не идите в толковании дальше, чем позволяет сам человек. Вот иногда бывает такое, знаете, вы видите, от человека вот стоп, дальше не надо. Что-то задеваются, какие-то вещи, которые человек не хочет перед группой оголять. Вот это всегда надо нам тоже учитывать. Это деликатность и когда мы учитываем интересы человека. Поэтому давайте вот сюда вот. Допустим, когда мы увидели, что человек не хочет, вот на этом я хочу закончить толкование сна. Вот так можно закончить или так и дальше не идти. И мы с вами зашли в группу. кто-то из людей, вот когда мы выбираем представителя, например, от группы, или может быть человек, который следит за временем, или вы кому-то делегировали, прям делегировали. Полномочия такая классная доска, где мы с вами начинаем просить человека прочитать содержание его сна, короткого сна, о чем мы с вами говорим. И пока идет чтение, сна, кто-то записывает вот на этом листочке ключевые элементы событий. И записали элемент, оставили место, записали элемент, оставили место, потому что мы начнем там с первого пункта и начинаем первый эпизод, первый образ, первый сюжет, первый объект какой-то. Мы начинаем с первого пункта и члены группы предлагают сюда в обсуждении группы, что же это значит. Вот давайте например возьмем такой. Человек видит сон и его рассказывают, что он поднимается по лестнице на коне на второй этаж. И мы с вами пишем лестница первый элемент, потом мы пишем человек на коне, второй элемент, то, что он поднимается на второй этаж. И мы начинаем. Лестница это что? Как думает группа, как думает сам человек потом уже, потом уже, потому что человек, как правило, он лучше понимает, о чем речь. Но все равно мы смотрим на первый элемент, на следующий элемент, на третий элемент, достаточно. Здесь все равно есть смысл поговорить, о чем человек думал, в каком состоянии находился и что это может быть. Допустим, о чем человек думал, он только-только например стал слышать голос Божий. Только-только. И это восхождение в отношениях с Богом. Например, варианты человек поднимается все-таки на коне. Удобно ли подниматься по лестничному маршу на коне? Есть некое неудобство, например, мы тоже сюда отмечаем. На коне это с одной стороны неплохо, если бы по лугам да по степям, но по лестнице на коне очень неудобно и небезопасно и для коня, и для человека. Поэтому, допустим, здесь будет какой-то момент неудобства. Поднимается на второй этаж, а не спускается в подвал. Все-таки это возрастание. Вот таким вот образом человек пишет, рассказывает свой сон, свежий сон, помнит свои ощущения, может сказать, что с ним происходило в этот день, о чем он думает, какие у него основные заботы, и потом мы поэлементно берем элемент и в группе, в группе, потому что все равно здесь идет молитва и Дух Святой подсказывает, как правило. И в итоге мы увидим картину, что человек стал возрастать в Боге, но пока слышит нечетко, для него это неудобно, он может быть где-то сомневается, и для него это не очень безопасно, но тем не менее он перешел уже с первого уровня на второй, да? Вот как пример, как пример. Поэтому давайте сейчас попробуем, у нас есть время. свежий сон, у кого дневник рядом, короткая, короткий какой-то, небольшой сон. Нас с вами 14 человек, сделаем три группы, три группы по 4-5 человек. Кто-то один, отдайте свой сон и поступите вот так вот, поэлементно. Первый элемент, второй элемент, и пусть группа говорит, что это может значить. Желательно чтобы человек сам, который говорит сон, он бы был представителем от группы, чтобы он сказал, группа сказала вот это, вот это, вот это, вот это, и я согласна, потому что этот сон я понимаю, Господь говорил через этот сон мне то-то и то-то. Уловили, да? Какой-то сон, лучше, чтобы для человека он был понятен, но сам человек не подсказывает группе, группа на каждый эпизод этого сна дает свое предположительное толкование, но при этом с человеком все равно, который рассказывает сон, разговаривает, о чем он думал, что этот элемент значит для него, например, потому что у нас, у каждого свое восприятие, в каком он состоянии духа находился, вот все то, весь тот материал, который мы с вами брали выше, раньше, вот сейчас максимально постарайтесь использовать. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова